Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую, меня зовут Ирсен. Спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова, тем, кто финансово помогает моему каналу, тоже отдельное спасибо. Есть немножечко времени у меня, и захотелось мне не смотреть на мужчин, посмотреть планы Вселенной на вас. Есть такая у меня красивая очень колода, колода Ленорман. Давайте посмотрим вообще, какие планы Вселенной у вас, на вас, Вселенная, Высшие Силы, как хотите, называйте, у каждого своё. У кого-то там мой мир, у кого-то Вселенная, у кого-то Высшие Силы, у кого-то Бог и так далее и тому подобное. То есть план Вселенной в отношении вас на данный момент, план Высших Сил на вас, чего они от вас хотят, к чему должны привести. Так, давайте посмотрим сигнификацию вашу, посмотрим вашу сигнификацию. Так, каких вы сейчас энергиях, что покажут, кто вы у меня сегодня, кто. Расклад на одну позицию, расклад общий. Если резонирует, значит смотрим дальше, если не резонирует, к сожалению, не ваш расклад. Но вы сейчас человек одинокий, да, карта отшельника, человек одинокий. Не закончены какие-то отношения вокруг вас есть, либо это вы, вас, да, показали, что здесь женщина. То есть здесь вы один, но не одинок, вот как-то так, да. То есть человек сейчас в окружении, здесь какие-то женщины в вашем окружении есть. Это могут быть подруги, это могут быть какие-то родственницы, да, которые оказывают вам помощь, которые там готовы вас выслушать. Вот, есть какие-то незавершенные отношения у вас в прошлом, какие-то хитрости были тайные, разбили вам сердце. То есть эту ситуацию вы не отпустили. Эта ситуация еще имеет место быть в вашей жизни. Обжегшись на молоке, дуете на воду, да. Где-то вы стали более человеком жестким, более жестоким. Розовые очки у вас здесь упали и разбились, да. Вот, здесь вы сейчас выходите в новой энергии, уходите от всего старого, излечиваете свое вот это вот сердце разбитое. Какие-то треугольники, четырехугольники здесь могут быть, да, предательства здесь могут быть. То есть вам делали в прошлом по семерке мечей и здесь больно, да. Вот, сейчас вам какая-то женщина помогает выйти из этой ситуации. Женщина может здесь магически помогать, да, верховная жрица. Это может быть, может быть вы сами верховная жрица, да. И помогаете сами себе как-то там выйти из этой ситуации магически. Такое тоже может быть. Либо человек, который относится к миру эзотерики, каким-то образом вам помогает. Вот, уходить от прошлого. Здесь именно, знаете, у вас сейчас здоровый эгоизм. Я себя люблю, я достоин того-того-того. Я хочу то-то-то. В отношениях ко мне надо относиться так, так и так. Да, больше я не позволю, чтобы ко мне относились пренебрежительно, чтобы мне здесь придавали, чтобы, да, я был там в треугольниках, в четырехугольниках, тайные что-то. Нет, я такого не хочу. Здесь вы стали мудрее, какие-то уроки вынесли. Здесь, кстати говоря, у вас может быть какие-то направления еще по работе. Вас еще могут здесь придавать не только в любовной сфере. Здесь еще, может быть, и было предательство по работе, по каким-то деньгам. А может и то, и то. То есть, да, мужчина вас и мало... Ну, мужчина-партнер. Я говорю со стороны женщины. Вы можете поговорить, смотреть, если меня смотрит мужчина, да, переначтивайте. Здесь просто ваш партнер, который был у вас в отношениях, вас предал. Он мог вас не только по любви предать вашу любовь, но он мог еще и предать как-то финансово, да, вас, там, к примеру, взять деньги, не отдать, там, и так далее, и тому подобное. Либо просто взять, да, и украсть эти деньги. Потому что здесь именно как предательство было. Вот. Здесь вот такая... Здесь наполняетесь как-то энергией, вот. Не могу сказать, что сейчас в жизни плохо у вас, но есть какие-то такие, знаете, я бы сказала, мелкие такие, вот, небольшое разочарование какое-то осталось, да, такое вот остаточное явление, вот. Ну, у вас уже есть цели, да, то есть вы уже на выходе из этой ситуации. Либо уже из нее вышли, либо вот уже на самом-самом выходе из этой ситуации. Вы здесь сейчас отстаиваете границы, вы сейчас можете собираться, либо куда-то поехать на отдых, да, действительно, может быть, физически куда-то едете, там, на природу, там, в другие страны, в отпуск, на дачу, там, я не знаю, просто вообще куда-то. Либо это состояние просто, да, стагнации, состояние ушла в себя, вернусь не скоро. То есть вы, как бы, при всей внешней вот этой стагнации, у вас огромная кипучая какая-то деятельность здесь может быть, да, я думаю, куда я иду, я отстаиваю свои границы, я отстаиваю свою точку зрения. Ко мне вот пока, да, вот за эти мечи-ка не заходите. Я пока не хочу, да, вот я еще пока глядываюсь назад, но я уже иду во что-то новое. Здесь вот такая ситуация, то есть наполняйтесь, как вот пошла мне, да, что у вас какое-то наполнение сейчас, энергия идет. Вот как-то по-другому вы смотрите на мир, под другим углом, да, вот как будто, вот, знаете, у вас жизнь, какая-то ситуация в прошлом была, которая разделила вашу жизнь на до и после. Вот, здесь вот так вот. Огромная нерастраченная любовь у вас здесь, прямо вот эта чаша, да, хочется кому-то это все подарить, но чтобы это было как-то взаимно, да, взаимообмен, чтобы были какие-то такие здоровые отношения. Вот, потому что в прошлом, в прошлом произошла какая-то башня, какое-то предательство, что-то резко, скорее всего, да, разрушились отношения, вот, ну и было какое-то страдание здесь. А сейчас вы переходите на новый уровень, гармония в душе у вас начинает, да, вы подвели итоги, карта мира это последний старший аркан, да, дальше идет ноль, вот, поэтому здесь вот как-то вы подвели итоги, закрыли эту главу в своей жизни, и я иду во что-то новое. Вот, здесь вот такая ситуация, поэтому, если это про вас, значит, смотрим дальше. Если это не про вас, ну, к сожалению, ну, не ваш расклад, не туда вы попали. Либо слушайте, да, какие-то, какие-то там мысли, что-то, да, для себя вы возьмете. Так, план вселенной на вас, да, вот, вселенной высших сил, какой план у него? Какой план? План, выход, сейчас главный план, да, у вас выход из полосы препятствий, будем, да. Здесь у вас и карта горы, и карта тучи, карта гора это препятствия какие-то, да, вот у вас в жизни были препятствия, причем такие достаточно тяжелые, карта крест, да, это еще и кармические какие-то, карта дерева, карта крест, это может быть что-то еще и родовое у вас, да, вот, какие-то препятствия в жизни у вас были, тучи какие-то тоже, да, То есть мелкие и большие препятствия. Планы Вселенной по поводу вас. Карта Солнца, прояснение этой ситуации. Здесь может быть карта Кольцо. Это в личной жизни прояснение ситуации. Также может быть прояснение ситуации, связанной с деньгами. Какой-то разговор здесь у вас должен быть. Ну и обновление. Карта Ребенка, карта обновления. То есть план Вселенной обновить вас. Обновить, чтобы пришла ясность, понимание, куда я иду, зачем я иду. Уход от этих вот каких-то туч, от этих гор, от этих препятствий. И к чему, ну здесь, да, здесь карта, смотрите, смотрите, как интересно. Прояснение ситуации может быть с мужчиной. Карта Медведь, это карта Мужчина, Мишка. Ну ревнивый может быть Мишка, да. Вот, отстаивает свои границы тоже. Здесь прояснение ситуации с этим мужчиной связано. И с либо вашим общим домом, да, вот, либо это вот у него прояснение в ситуации. Вот у него может быть дома, да, и какие-то препятствия у вас с ним были. Ну, из его дома были какие-то препятствия для того, чтобы быть с вами вместе. Видите, опять-таки, карта дома здесь могут быть препятствия в виде, там, его мамы, в виде его, там, сестры, в общем, там, жены, я не знаю кого, да. То есть препятствия именно из его дома были в ваших отношениях, да. Причем такие вот у вас это не, так скажем, не новые отношения. Здесь это, ну, такая ситуация достаточно, знаете, затянутая. Поэтому здесь вот план вселенной на вас, прояснение этой ситуации с этим мужчиной как-то, да. Вот, такая вот еще и карта кольцо, смотрите, как интересно. Вот, да, медведь, дом и кольцо. Прояснение ситуации с этим мужчиной у вас. Обновление здесь идет, слушайте, вот он. Здесь, а, я поняла, слушайте, здесь у вас так интересно, здесь у вас планы вселенной, карта развилки, смотрите. Все, я поняла, что от вас хочет вселенная. Здесь два мужчины у вас будет. Один мужчина с проблемами в его доме, да. Может быть, кстати говоря, мужчина женатый по карту кольцо, то есть, да, у него какие-то узы могут быть. И второй мужчина. Второй мужчина, который готов с вами создать семейное гнездышко, да. Посмотрите, если карта аисты, да, здесь вот карта гнезда, карта вот яйца, да, у них. Вот, здесь, то есть, свит, семейное гнездышко. И планы вселенной на вас вам надо сделать выбор. Выбор одного из мужчин, да. Поэтому какой первый план вселенной на вас, чтобы вы сделали выбор между двумя мужчинами. Один с проблемами в доме, а другой как бы готовый создать с вами семью. Но что-то вы, видимо, здесь сомневаетесь, потому что карта развилка, да. Вот вы что-то как-то вот сомневаетесь, какого мужчину выбрать, да. Вот здесь именно карта там солнца выходила, это прояснение ситуации. То есть, вы должны как-то решить. Потому что вот с этим медведем, да, здесь у вас там горы и тучи, там было очень много препятствий. Кто-то вставлял вам палки в колеса, не знаю, кто здесь, да. Какая-то тупиковая ситуация, карта гроб, да. Вот все зависло, стагнация, тупик, отношения остановились, потому что были проблемы у него в доме. Вот. И вот кто-то из его дома вставлял вам палки в колеса. Может быть, это его жена, карта кольцо, да. Вот. И так далее и тому подобное. Поэтому здесь первый план, самый главный план Вселенных Высших Сил сейчас на вас, да, чтобы вы сделали какой-то выбор. Давайте посмотрим, какие могут быть у вас проблемы, препятствия там, я не знаю, да, трудности. Если у кого-то, ну вот, ну нету, да, второго мужчины вот какого-то, да, здесь, ну вообще в основном это двое мужчин как-то, да. Ну если вдруг все же у вас нету ни одного мужчины, один мужчина у вас, да, тогда здесь просто надо сделать выбор. То есть готовы вы там его прощать, не готовы вы его прощать, готовы ли ты с ним что-то создавать, потому что там карта развилка, карта решения. То есть в любом случае здесь один мужчина или два, но здесь как-то два пошло, вы, понимаете, два. Но если все же у вас один, здесь все равно надо сделать карту развилки, вам надо сделать выбор, да, будете вы с ним, не будете, хочу, не хочу. Вот. Какие у вас могут возникнуть проблемы на пути принятия этих решений, какие у вас могут возникнуть проблемы. Сомнения, опасения, карта змея. Змея, ну карта это змея, ну соперница, да, женщина, которая там расположена, кстати говоря, ну к вам как-то не очень, да, но обычная карта еще и мыши. Вот. Здесь с чем она идет, вот здесь еще карта луна рядом с ней, поэтому, во-первых, она может как-то магически на вас влиять. Часто у меня змея луна показывают магическое воздействие, да, она может как-то палкой в колеса магией вставлять. Но, опять-таки, это не для всех, да, слышите меня, не все тут, да, ходят у нас магичат. Вот. Она, ну какая-то злодейка, да, на пути препятствия, какие у вас могут быть проблемы, которые могут создать люди. Это вот какая-то злодейка, которая, да, будет вам как-то воду мутить, как говорится здесь. Это может быть, да, карта башни в какие-то документы, госструктуры, к примеру, там, да, вот она что-то вот будет как вот мешать вам в этом, чтобы у вас не получилось ничего. Да, она будет, знаете, как-то она, надеюсь, она как-то на вашу личную жизнь влияет. Она влияет здесь на личную жизнь, кстати говоря, у вас здесь могут быть проблемы по личной жизни, по репродуктивной системе. И вообще может, в принципе, у вас здесь какие-то болезни быть, вот, какая-то, вот, мышины тут возня, да, такое тоже может быть здесь. Здесь именно, знаете, она какая-то вот злодейка, она не хочет, чтобы у вас была личная жизнь. Вот какие-то палки в колеса вставляет в личную жизнь вам, чтобы вы не проясняли эту ситуацию, чтобы вот у вас здесь, может быть, я говорю, какие-то проблемы с репродуктивной системой у вас, может быть, по женской части какие-то болезни у вас могут быть. Вот, и она вот именно как идет злодейка, чтобы у вас, ну, вот, не было каких-то официальных отношений, чтобы вот у вас не сложилась личная жизнь, да, вот, репродуктивная система здесь как-то у вас страдала, да. Вот именно она вот с этим идет, какая-то, знаете, зависть у нее, она как препятствие вам делает, да, вот, препятствие не можете, у вас не хватает каких-то вот знаний, у вас не хватает какой-то информации про нее на данный момент, да. Да, и вот она как-то из-под, то есть здесь человек, вот эта вот змея, да, она как-то из-под тяжка, то есть здесь она не, знаете, она может прикидываться белой, пушистой такая, я всем подружка-подружка, да, а на самом деле вот тут вам палки в колеса, вот эти горы вам, да, вот эти препятствия вам делать, чтобы вы, ну, не создали семью, не создали там стабильные какие-то отношения. Мне часто, кстати говоря, знаете, вот мне говорят, вот, ну, особенно когда чистки какие-то мы делаем с женщинами, ну, вот иногда общаюсь с ними, и она говорит, вот никогда бы не подумала, что там, к примеру, лучшая подруга, там, да, такая зависть была, что вот она бы вот такое сделала. То есть обычно вот эти вот змеи, да, вот такие вот люди-злодеи, они на тех людей, на которых вообще в принципе не подумаешь, да, там бабушка божия, дуванчик, там, не знаю, сестра, там, я не знаю, там, лучшая подруга, вот какие-то такие люди, которых, от которых ты вообще в принципе как бы не ожидаешь удара такого, да, и поэтому вдвойне больно, потому что такое предательство, да. Поэтому вот здесь вот человек, как он, ну, он, это человек со стороны мужчины карты медведя, то есть вы либо знаете, да, это ее, то есть это может быть подруга, жена, мама, там, я не знаю, какая-то женщина именно со стороны вот этого медведя открыла колоду, вышла карта медведя. И именно с ее стороны будут проблемы и препятствия, трудности для того, чтобы вот как-то вы сделали выбор, да, вот как-то она будет вставлять вам палки в колеса, и она вам здесь сделала проблему в личной жизни, которую вы здесь разгребаете до сих пор, честно говоря, такие заикаревшие проблемы, это старое, это не новое, уже, может быть, здесь и не один год вы это разгребаете, да, то есть вот как-то она, вот знаете, может, такой дороги вам закрыла, там, вас закрыла от мужчин и так далее и тому подобное. То есть вот здесь такая, то есть здесь главная проблема препятствий, это вот эта женщина какая-то, которая относится со стороны мужчины она идет, со стороны вот этого медведя она идет. Вот он опять вышел, да, карта медведя, то есть она с его стороны, здесь не подруга, да, не там сестра, а именно вот с его кто-то со стороны, может, это его подруга, его жена, его сестра и так далее и тому подобное. Вот, здесь говорят, что еще какой-то вот собака, собака какой-то друг, друг, мужчина, он поможет вам как-то, да, вот какие-то знания через него вы получите. Мужчина, скорее всего, либо женщина, вот, здесь либо женщина, либо мужчина, но он идет к вам, карта собаки с дружбой, да, то есть здесь вот эту проблему, вот эта мадама создаст вам, а вот этот вот человек, там мужчина и лиса выходила, женщина, да, женщина такая хитроватенькая, да, это не всегда плохо, просто хитроватенькая. То есть она как-то, вот этот вот человек дружески к вам настроен, он какую-то информацию вам даст, вы через него, он дружески к вам настроен, это не препятствие, да, услышите меня, что этот человек, он настроен к вам дружески, и вы получите какую-то от него информацию для того, чтобы вот эти проблемы, препятствия убрать. Да, опять со стороны, смотрите, медведи идет. Что-то, как про общий дом, про что-то вот про ее, ее дом вы что-то узнаете, либо вам что-то скажут, да, может быть, вы там обратитесь к гадалке, к тарологу, да, онлайн расклады посмотрите. То есть что-то вы про нее услышите от него, вот от этого человека, который дружески к вам идет, что-то вы от него услышите, что даст вам направление, да, кого выбрать. Ну, давайте посмотрим ваше будущее. Ну, такое, да, не отдаленное, не самое далекое будущее. Ну, вот этот медведь, опять этот мужчина идет, да. И второй мужчина, что вот вы здесь будете думать, что делать. Будете выбирать какие-то, опять-таки, здесь вы новости получите и будете выбирать, что делать вам, да. Вы здесь так, вы получите здесь вот эти знания, опять-таки, карта книги, да. Вот вы, когда получите знания про вот ту женщину, злодейку, вы здесь будете решать, что делать. Здесь все-таки вы примете какое-то решение, карта опять развилки, смотрите, идет. Вы разрулите, причем эта карта, знаете, какая-то кармическая ситуация, карта крест, да, часто указывает на карму. То есть вот здесь какой-то у вас кармический узел образовался. И вы, когда получите вот ту информацию, какой-то либо мужчина, либо женщина вам поможет, вы это разрулите. То есть вы разрубите этот гордиев узел, вы разрубите этот кармический узел, да. То есть сделайте вы какое-то решение. Здесь карта развилка, вы его примете, решение. А что с этой змеей у нас будет? А что с этой змеей у нас будет? Сейчас посмотрим, что с этой змеей. А что с ней-то будет? А у нее какие-то проблемы в доме. У нее какие-то проблемы в доме будут. Она будет здесь думать, что у нее все хорошо, да, но здесь у нее препятствия какие-то связанные с домом. Вот у нее проблемы в доме начнутся. Либо с ребенком здесь, да, либо вот в самом доме. Что-то вот, да, какая-то тупиковая ситуация у нее будет в доме. Так, это я уберу, что-то нужно, да. Вот. Здесь в доме какие-то проблемы у нее. Ну, опять-таки, если это она с ним живет, у них в доме начнутся проблемы, да. Вот. То есть здесь что-то вот разрубится у вас. Узнаете вы, что вы здесь примете решение, да, будущее. Какое у вас будущее? Здесь вы будете, вы точно будете знать, какое решение вам принять. Кого из вас, кого из этих двух мужчин вам выбрать. После той информации, да, вот эта злодейка, все, что она вас сделала, ей полетит бумеранг. Вот там карта показали, да, она будет в каких-то оморочках. Ей будет казаться, что у нее в жизни все хорошо, и она такая вся удачливая. На самом деле нет. Там все как-то полетит вот ей в дом все это. И проблемы в доме у нее будут. Ну и давайте посмотрим вообще, в принципе, ваш итог, да, это вот ближайшее будущее. Какой итог, вот план вселенной был, чтобы вы выбрали. Ну вот вы выберете и итог какой. И какой итог для вас? Ну обновление, полное обновление, полное обновление вашей жизни, прояснение ситуации. Вот мужчина останется не медведь, а второй мужчина в вашей жизни. Вы с ним будете, какое-то общение у вас здесь с ним, да. В принципе, у вас здесь хорошие перспективы создать с этим мужчиной вот это вот гнездышко. Здесь, кстати говоря, может быть даже переезд. Карта Аисты часто у меня указывают на переезд, да. Здесь могут быть какие-то вы будете получать документы. Там, к примеру, визу, да, карта письма, карта башни. Это, ну, какие-то документы, виза, бумаги. Вот что-то вы будете получать, к примеру, для того, чтобы поехать к этому мужчине. Вот. Здесь у вас вы проясните эту ситуацию. У вас будут здесь надежды какие-то оправдаются. Выход из этой тупиковой ситуации у вас, да. Вот. Ну и совместный дом здесь у вас. Совместный дом проживания с этим мужчиной, может быть. Ну, еще и карта кольцо. Все, я даже смотрю, дальше ничего не буду. А вот этот вот медведь, он до сих пор там, знаете, такое ощущение, что он из вашей жизни не уйдет. Вот он все равно под колодной карты, вот он лезет. Вот лезет. Такое ощущение, что это наш рецепт, ой, этот, король кубков, вот он. Даже в Ленорман он здесь лезет, да. То есть с этим мужчиной, в принципе, перспектива хорошая. Смотрите, карта Аисты, карта дома, да, карта кольцо. Где тут у нас? Не вижу. Дом, кольцо. Где, где, где? Дом, кольцо, вот и Аисты, да. То есть с этим мужчиной у вас хорошие перспективы. Вообще, в принципе, вы с ним можете создать и дом, и даже, ну, вот, официально как-то, еще карта башни, да, здесь официальные отношения с ним создать. Причем мужчина такой достаточно обеспеченный. Я не могу сказать, что он здесь не обеспеченный. Здесь прояснение ситуации будет. То есть вот план вселенной, вот вы выйдете из этого кармического узла. Выйдете вы из него, проясните ситуацию, обновите свою жизнь, сами обновитесь. И вот этот вот мужчина, да, вы с ним можете создать, ну, серьезные отношения. Даже для кого актуально родить детей. Карта Аисты, да, это карта деток. Ну, для кого актуально, да, меня разные возраста смотрят. Может, вам там 7-10 лет, и никакие дети вам тут не нужны. А это для кого актуально, да, карта Аисты, карта деток. Вот, но, собственно говоря, карта Медведь, вот этот вот Медведь, он все равно как-то будет, да, влезть в вашу жизнь. Вот даже под колодная карта, он все равно лезет. Вот, поэтому хорошие планы вселенной, чтобы у вас была семья, чтобы... Ну, там карта женщины и мужчины, соответственно, да, если вы смотрите мужчину, то у вас какая-то женщина появится, да, ну, скорее всего, она будет на расстоянии от вас. Но с ней очень хорошие перспективы создать семью, создать даже официальную семью. Вот, и, собственно говоря, деток, если тоже актуально. Вот, очень хороший расклад получился. Даже ничего не хочу больше смотреть, не хочу портить, да, расклад. Вот, все, всех люблю, всех целую, до новых встреч.